Сегодня на посаджении Гомельска Хагарвы-Канкама обмерковывали два актуальные для города пытания с обеспечением насильства нехарчевыми товарами и супрадзенне коррупции. Захоченной информацией и принятыми решениями ознайомились наши корреспонденты. Час дефициту давно уминул, но это не значит, что проблем у ганльовой сферы не засталося. Под час чергового посаджения Гомельска Хагарвы-Канкама, увага, нехарчевой группе товаров. В этом году падение продажу только по трех позициях – цементе, шкарпетках и трикотажных вырубах. Разом с тем повеличилась реализация товаров, призначенных для протяглого использования. Амалю двоя легковых автомобилей, на треть – телевизоров и на четверть – холодильников. В управлении ганлюю послух не выключают, что частка этой продукции набитая не жахарами Гомеля. Але на статистику это не уплывая. Нехарчевыми товарами в областном центре сегодня ганлюют больше, как 2000 крам, включающие интернет-крамы и секонд-хенды. Если магазины так серьезно растут в этом сегменте, то значит на них есть спрос. Сказать, хорошо ли это или плохо, каждый потребитель для себя выбирает и голосует за тот или иной товар рублем. Соответственно, в первую очередь хотелось бы, чтобы товары, которые предлагаются в этих, так сказать, дешевых магазинах, имели сертификацию и были безопасны для наших потребителей. Дальше именно витал сферы ганлю все лета зарегистровано наибольшая колька злочинства у коррупционной накераванности. Об этом так сама размова подчас посаджения Гомельского гарвы Конкама. И хоть упоровнение с минулым годом ситуация греху полепшилась, правопорушения все равно застаются. За 10 месяцев этого года их зарегистровано 135 и практически во всех сферах. Коррупционные преступления выявляются во многих сферах жизнедеятельности. Конечно, это и торговля, и сфера услуг, и государственное управление, к сожалению, и в органах образования, и здравоохранения. Для каждой из этих сфер традиционны, так сказать, свои коррупционные проявления. Если мы говорим о сфере здравоохранения, то это, конечно, чаще всего связано с незаконной выдачей листков временной нетрудоспособности. Если это сфера образования, мы констатируем, что у них выявляются факты хищения путем фиктивного трудоустройства лиц. Для сферы промышленности наибольшее количество выявленных коррупционных преступлений связано с государственными закупками и за получением взяток за лоббирование интеллект коммерческих структур. У принятым решении комплекс мер, накерованных на сопротивление коррупции, начинающие от анонимного анкетирования в прационных коллективах и створения антикоррупционных комиссий в буйных организациях, до тестирования особ, которые претендуют на керующие посады.